Мой способ решать проблемы, сбежать оттуда, соответственно, это предательство. Ну и все вытекающие обстоятельства. Я раньше не думала о том, что нехватка данных может влиять на состояние. Спасибо. У меня просто бескомпромиссное намерение сработало. Вышел в Омни и пошло расширение просто безграничное. То есть там вот, видимо, вся фишка именно в том, насколько твоя связь с Омни чиста. Если она чиста, кристально, то бескомпромиссно. То есть тебе дают порулеть и там разруливается все. В момент просто настолько сильный эффект. Вот, спасибо. Интересно было обнаружить, что сейчас грязь куполова, много крапивы. И команда прям включила жар по всему телу, все колоть стало. И пришло понимание, что это клетки в состоянии врага по отношению к крапиве, к пятой динамике. Да. Уйти вниз от сомнений невозможно. От сомнений можно уйти только наверх по состоянию. Вот это я вдруг увидела. А мне казалось, что можно... Ну, ты разорвал гузы там или бросил пост, вот и все. И вот никаких сомнений нет. А на самом деле это было неправильно. Я сейчас это ясно увидела. У меня вот предыдущий сейчас был, когда процесс и вот этот. Они совершенно разные были. Один был вертикальный, то есть какие-то вот прям вертикальные темные структуры проходили. И как будто сверху вниз шло рассоздание. Вот, но в какой-то момент они застряли. Вот. И пришло такое, что кину-ка я в умный концепт, чтобы они там, может они там держатся. То есть ценность важна. Вот. И пошел процесс дополнительный. То есть я как несколькими лучами вогнал, и прошло сильное рассоздание. Вот. А при сомнении было круглое ощущение. То есть все тело изнутри, не знаю, там вот что-то было, все полное сомнение. И да, и потом вот тоже ценность важность добавил, и стало расходить, расходился, светлее, светлее. Вот. А потом в самом конце оно просто вот как будто из тела вперед выпало куда-то, не знаю, в море. Вот. И все, еще посветлело. Прям вот какие-то вот очень яркие сейчас впечатления были. Интересно. Вот Егор заметил, что каждый процесс на каждом состоянии проходит совершенно по-разному. То есть ну вообще совсем по-разному. И сейчас интересно. Значит, прошла просто библиотека Вейлансов. То есть ну по родственникам прям так прошлось, и как-то стало понятно, что это застревание в помехе, потому что это для меня помеха. Вот это вот, то есть ну как-то осозналось. Ну вот это так рассказываем друг другу. Как-то так. И такое освобождение просто. Вот я зевала без конца, потому что это прям к помехе имеет отношение. Значит, во-первых, первый был ответ – это ГВС. Я вдруг увидела ее как помеха. Она не справляется. Она вечно тупит. У нее какие-то накопления, с которыми она совершенно, эти самые завалы. Завалы, которые она не успевает, не соображает, не разбирает и бросает в конце концов. И оттуда ползут всякие вот эти Вейлансы и всякие идиотские привычки и какие-то поступки. И я вдруг ее увидела как помеха. И если представить, что вот ее нет, что есть от этого тела, они, мне кажется, быстро бы легко договорились, и все бы было действовало. Потому что тело достаточно, ну, грамотно организованное и четко действует. Вот. Несмотря на помехи, которые создают. А у меня большое открытие было, что я увидела, почему вот удары происходят. Оказывается, если кто-то тебя считает помехой, то вот эти удары, вот у меня прям разглядился этот момент. Прям проанализировала это, так долго в этом висела. Типа, вот почему, почему, вот удары, удары, почему удары. Потому что ты для кого-то являешься помехой. Удары получаются. Действительно бывает. У тебя хорошее состояние, но для человека ты являешься подъехой. Ну, например, устрою динамики. У каждого не идеальная картинка. Но у каждого свои цели. И бывает такое, что твоя игра, твои цели препятствуют созданию и реализации идеальной картинки твоего партнера. А хотелось ведь и дружба желатчика, чтобы всем хорошо было. Я очень долго не могла понять, как разуметь, когда из тебя делают помеха. Это действительно или для кого-то сам в состоянии помеха. Сейчас пришел банальный ответ, как обзарение. Общаться, договариваться и приходить на просто понимание. Мне показалось сначала, что вообще нет заряда. А потом вдруг прям поплыло буквально. Смерти и роды. И смерти, и рождение имеется в виду. И прям вот чередой. Да, интересно. Прям очень мощно. Есть полкновая ситуация, что когда ты попадаешь в новую злу, там же состояние существования надо пройти. А что значит пройти там? Пообщаться, выяснить то, что хочет. А способность общаться сломана, ты не можешь общаться. Я как сломанная фигура валялась на обочине просто несколько лет в силу того, что у меня не было способности для того, чтобы пройти состояние существования. Это первое озарение. Второе озарение в силу того, что до 30 лет слишком много общалась и была хорошая способность, я начала бояться. У меня появился страх слишком большого количества общения. Я начала себя удерживать от общения. То есть сначала было состояние несуществования, потому что я не могу в силу послужить скоманных способностей войти в игру. А потом, когда я поодетировалась, я обучилась и восстановила способности общаться. Я не хочу выйти из состояния несуществования. В итоге это длилось много лет, и много зарядов я не ожидала, что такая разрядка будет. Спасибо. В теме несуществования у меня сразу вышел случай, когда я в этой жизни, впервые в жизни, мне дали оценку несуществования. У меня прям такие, прям как по точки, прям туда нажали. У меня прям конкретно так раз вылетело. Ну и потом я увидела, что я зависла на этом слове, я вообще не могла понять, что значит несуществование. Как бы вот я существую, я живу, у меня есть друзья, у меня есть то-то-то-то-то. И я прям вот, вот мне дали эту оценку, я прям застряла, зависла. Я прям ушла вообще в никуда, в ничто, что я даже себя не могла идентифицировать. Как меня зовут, где я живу, там, где мои родители. То есть это было мощно, конечно. Не знаю, я сейчас эту точку прям увидела, она у меня прям разрядилась конкретно. Спасибо большое, потому что парное состояние плюсовое – это ценность-полезность у несуществования. Вы сейчас такое мне дали подтверждение своим, ну тем, что вы рассказали. Что несуществование – это именно ценность, просто съедена до нуля. Да, все, спасибо, хотела это сказать. Или какие-то вещи, которые должны быть, как бы, они задуманы, какие-нибудь фагоциты, там, лимфоциты, допустим, они же задуманы, они должны быть, но их не хватает, вот там лейкоцит 0, ну, в общем, так. И вот их почему-то нет, они застряли в несуществовании в какой-то момент, и они как бы не производятся. Вот эти вот состояния снятые были, я говорю, давайте выясняйте, что должно быть, значит, давайте делать и проясняйте, что надо производить. Вот, поговорили с ними, в общем. Будут работать, надеюсь. Сейчас интересно было, нашлось какое-то, я даже не поняла, значит, что это, ну, как бы вокруг тела, как будто это какая-то одна из каких-то аур, я не знаю, оболочек, не знаю, как это назвать, ну, короче, какая-то штука вокруг тела, сущность, да, и прям я понимаю, что это вот от неё идёт, вот часто очень такое состояние тревожности, и вот я это адитировала, адитировала, но оно есть, оно и по дизайну есть, в общем, есть. И я думаю, ладно, хорошо, буду держать, никуда не девается, и я просто стала, как ты говоришь, удерживайте это, вот я это держу, да, и, в общем, направила, правда, много-много изомния лучей, ну, да, вот, внимание, ну, как бы постаралась, да, вообще это изомния, и бац, и пришла мысль, ну, так вот же состояние опасности, вот, обошла наверх, ну, то есть откуда-то оно транслируется, это застряла эта сущность, и вот в омнии это как раз и есть наверх, обойти это состояние опасности, вот как-то так, и моментально это урегулировалось. Опасность это, когда у тебя резко сокращается производимый продукт, продуктивность, и достаточно резко падает, вот, и из-за того, что я держу, не знаю, в одной руке три арбуза, и, естественно, один арбуз у меня падает, но выходом нужно, нужно просто отпустить, не нужно это самое, нужно просто некоторое тепло отпустить, снять с них внимание и перестать ощущать опасность в этих областях, просто их отложить и все, и дать им возможность просто где-то лежать на складе, вот, а из-за того, что я их удерживаю внимание, что, и себя укоряю, что, ох, я вот это опять не сделала, ох, я вот это вот, и это хотела, и то хотела, и вот эта перегруженность, я сама себе создаю, и, собственно, вот это ощущение непродуктивности в этих областях, и отсюда идет ощущение опасности, да, вот. Объемно так увидела красиво, что невозможно выйти из критического состояния, если продолжать действовать так же, как действовала, ну, вроде это и так понятно, но как-то я это так увидела, вот, ну, озарением, что ли, так красиво. Опасность пропадет, если я нормально организую жизнь, убрав в сторону часть своих циклов, сняв внимание, и физически убрав лишнее из оборота, вот, того, что перегружает, и сразу же пройдет состояние опасности, и даже критическое состояние, и я выйду в нормальное действие, то есть вот это совершенно четко я увидела, как программу действия, я знаю, что мне нужно делать, все отсортировать и на склад вещи и проекты. Ну, вот, я лично увидела по себе вот что, прямо в этот раз до меня некоторые вещи дошли. Дело в том, что, когда у меня вот нормальная деятельность начинается, там же такой растущий тренд, да, то есть это медленно и плавно, у тебя как-то идет на улучшение. И я начинаю пережать, как бы, события, то есть я уже себя помещаю потом сразу, ну, как бы, на следующий уровень, и в итоге потом начинаю проваливаться. Прямо несколько моментов таких увидела, когда я уже, как бы, начинаю, ну, как бы, тратить больше, да, то есть я уже не в рамках нормальной, а уже в ожидании следующего этапа, но это как бы бессознательно, ну, как бы, как-то неосознанно происходит, просто уже начинаешь радоваться тому, что у тебя тренд растущий, и начинаешь опережать события, и как идею, и как деятельность, и как расходы, потому что они у тебя начинают расти, и ты начинаешь их тратить больше. И в итоге получается так, что ты, как бы, немножко перебарщиваешь, так скажем, с этим, и потом бывает проседание, так скажем, нормальной деятельности, и вот я это увидела. У меня есть такой момент. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok